Приветствую вас! Если говорить именно про начальника, то совершенно очевидно, что его семья, его жена его не удовлетворяет полностью, и мужчина, собственно, ищет то, чего ему не хватает на стороне, в том числе и у себя на работе, и в том числе с вами. Это тоже касается мужчины. Поскольку он начальник, то, я полагаю, у него достаточно сильно развито чувство собственного величия, чувство собственного достоинства, вот, и человек, скорее всего, хочет вас как-то подчинить себе, чтобы вы сами, чтобы вы сами сделали первый шаг, ну, к нему, к нему, да, чтобы вы сами хотели быть с ним, ну, например, например, да, вот. То есть, все его действия, это, по сути, попытка вас соблазнить, ну, как вот это, по крайней мере, видится мне. То есть, он пытается изо всех сил вас соблазнить, но при этом не хочет, чтобы выглядело так, как будто он, он сам, да, значит, что-то делает. Вот. Что говорит о том, что мужчина, в общем-то, к серьёзным отношениям, ну, к действительно серьёзным отношениям, не готов. То есть, ему нужна женщина, ну, вот, такая, знаете, ненадолго. Вот. Которая бы обязательно была, ну, ниже его, да, и которым мог бы как-то командовать там и так далее. Ого. Ого. Это то, что видится мне в данной ситуации, по крайней мере. Это то, как я вижу мужчину. Вот. Значит, здесь всё. Здесь и попытка доминировать здесь, и попытка самоутердиться здесь, и потребность в том, чтобы вы как-то, значит, смотрели только на него здесь, здесь и ревность из-за того, что другие мужчины обращают на вас внимание, в том числе это Дима, здесь и попытка показать свою силу, то есть всё здесь есть по сути, да? Вот. И, собственно, либо у него в семье женщина, значит, ну, такая, что не представляет интерес, никакой, вообще никакого интереса не представляет для него. Вот. Либо она его подавляет, и ему необходимо вот как на самомутвердатстве. Удивительно, что написали вы о том, что не можете терпеть друг друга. Мне вот, например, почему-то показалось, что мужчина очень даже может вас терпеть, и более того, хочет вас терпеть. И вот здесь, конечно, ваша позиция относительно того, что вы друг друга не можете терпеть, но она выглядит, на мой взгляд, она выглядит несколько странно. То есть вы для него решили внезапно, что не можете друг друга терпеть, но согласитесь, это как-то так себе. Вот. Дальше вы говорите, что я не флиртую и даже не смотрю на него. Вопрос. Почему? Понимаете? То есть если вы ведете себя так, да, это значит, что на это есть причина. Вы одна, у вас нет мужчины. И возникает вопрос, по какой причине? По какой причине у вас нет мужчины? Ну ведь причина же какая-то есть в том, что у вас нет мужчины. Своего мужчины, да, скорее всего. И это причина в вашем поведении. И это заметно, когда женщина одна. Заметно. Особенно если, например, в глубине души, да, вам, ну, хотелось бы, чтобы у вас мужчина был. Вот. То есть вот здесь вот тонкость, она вся в этом. Что человек чувствует, ну, он ваш начальник, он чувствует, что вы одна. Он чувствует это, то есть вы одна, и он, ну, скорее всего, хочет идти с вами на сближение. Вот. Но вопрос не в этом. Вопрос не в нем. Вопрос в вас. Первое, почему вы обобщаете, говоря, что терпеть, терпеть не можете друг друга. Это первое. Второе, это по какой причине вы одна без мужчины, то есть не флиртуете. Да. Это тоже очень, очень важный момент для вас. И ваше поведение, да, то есть вы во всей этой ситуации ничего не говорите про себя. Да. То есть вот вы пишите, что, значит, устроились на новую работу, а что со старой работой. Понимаете? Со старой работой что случилось? Вы уже оттуда уволились, и у этого тоже, вероятно, есть какие-то, ну, причины того, что вы уволились оттуда. Вопрос в другом, вы так много об этом пишите, да? Вы так много пишите о том, что вот, что делает этот мужчина, вы так много об этом говорите, что волей-неволей начинает думать, а правда ли он вам не нравится? Может быть он вам нравится, но вы не готовы это признать. Понимаете? Вот. То есть тут надо проанализировать ваши чувства. Тут надо проанализировать то, что хотите вы, то, что нужно вам. И, исходя из этого, уже можно будет что-то делать. Исходя из этого, уже можно будет вам что-то рекомендовать. Я думаю, я думаю, что корректировать модель женского поведения, более уверенно, значит, себя вести вам нужно. Вот. И, возможно, не держаться так от него закрыт, как это, как вы делаете сейчас. Понимаете? То есть поймите, поймите простую вещь, что своим игнорированием человека, то, что вы его игнорируете, да? Вы ещё больше его распаляете. Понимаете? Вот. То есть вы не делаете лучше тем, что никак не обращаете на него внимания. Вы не делаете этим лучше. Вы наоборот, наоборот, ещё больше его привлекаете. А у вашего поведения такого, да, вот именно у поведения такого, есть причина. У вашего такого поведения есть причина. И в чём эти причины? То есть какие они? Это вот нужно выяснить. Нужно выяснить, нужно разобрать. Потому что, ну, совершенно очевидно, что у вас есть какие-то свои проблемы собственные, да? Вот. И вы их, значит, значит, вы не их решаете, да, а решаете вот проблемы, связанные с начальником. Хотя начальник вас должен волновать вообще в последнюю очередь. Вот. Поэтому просто начните с того, что спросите себя. Вот я задаю вопрос про человека, который мне не нравится. Почему меня это волнует? Почему меня это интересует? Какие чувства я испытываю? Мне неприятно, но хорошо. Но неприятно – это тоже чувство. Значит, вы неравнодушны к мужчине. А раз вы неравнодушны к нему, значит, получается, что мужчина это чувствует. Ну, если бы вам было всё равно, да, то, ну, мужчина, соответственно, и понял бы, что, что, ну, раз вот, раз вам всё равно, значит, делать ничего не нужно. Да, он чувствует, что вас это задевает и пытается потому делать. И вот с чем нужно разбираться – это с тем, чем вас это задевает. Я думаю, что вам всё-таки отношений хочется, вот, но вы себе либо запрещаете, либо боитесь. Вот так, я думаю. И вот вы смотрите, сколько много ситуаций, ситуаций вы приводите. Это же не просто, не просто так. Понимаете? А он, он, он преследует только одну цель, он преследует только цели – вас задеть, вас соплазнить, чтобы вы были с ним, и чтобы вы, значит, обратили внимание на него, и чтобы сами к нему пришли. Вот это вот единственная цель, которой мужчина преследует. Вот отсюда все его намёки, слова и так далее. Только заниматься, знаете, заниматься пониманием другого человека, да, то есть не вас, а другого человека. Я очень неблагодарный, на самом деле. Вот. Я очень неблагодарный. И лучше вам проанализировать себя, вот вы говорите, что вы не давали повода. А так ли это? Так ли это? Может быть, то, что вы считаете отсутствием повода для мужчины и есть повод? Может такое быть? Вполне. Поэтому ориентироваться-то нужно не на… Здесь нужно ориентироваться не на себя, а на него. То есть там, где нужно, вы ориентируетесь на других, а там, где не нужно, ориентируетесь на себя. Вот это вот смещение акцентов, да, и нужно корректировать, на мой взгляд. Как видится, это мне. Я думаю, что так можно вам ответить на ваш вопрос. Есть такие вот проблемы, да, у меня в практике бывали такие случаи, когда человек говорит, ну вот как так, да, вот я, значит, ну, например, образованный, да, умный, там, вроде бы не урод, да, ну, красивый. Ну, там, относительно, ну, насколько, 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 может быть красивым, да, умный, любой человек. Вот. То есть вроде бы вот всё так, вроде бы, вроде бы всё так, вот. Вот. Но при этом я один. При этом я один. И, вот по какой причине я один? Один, да? Не понятно. То есть человек не может понять. Вот, вроде бы всё дело, говорит, вроде бы, я, вроде бы, общительный, вроде бы всё, а страна один. Поэтому я думаю, что зависит от, я думаю, что взаимосвязи, да, зависимости между тем, что вы даёте или не даёте повод сознательно и тем, как ведёт себя мужчина, да, нет. То есть вы можете действительно повода не давать, да, и мужчина к вам приставать может, реально, на самом деле может приставать к вам. Вы можете повод давать, и человек на вас не будет обращать внимание, да, вопрос не в этом. Вопрос в другом, что если вы не даёте повода человеку, да, он на вас обращает внимание, а вы в ответ задаёте в ВИП-вопрос, где очень подробно описываете все ситуации, да, при этом говорите, что мы друг друга терпеть не можем, хотя это не так, при этом очевидно вытекает, что вы одна, без мужчины, да, вот. При том, что вы хотите завести себе кого-нибудь кота или собаку, да, то есть как бы тоси-тоси говорит о том, что проблема одиночества есть. Всё это навевает вопрос. И вопросы эти касаются вас. Это не вопросы, которые касаются мужчин, это не вопрос того, почему человек это делает. Вот. Если вы выстроили, например, стену, да, оградились, боитесь близости с мужчиной, например. Ну, не важно какой, духовный, интимный, да, вот, если вы боитесь близости, то мужчины эту стену чувствуют. Вот её почувствовал я, когда читал ваш стек. Её почувствовал ваш начальник. Но в зависимости от темперамента, от характера, мужчина по-разному на это реагирует, да. И вот ваш начальник отреагировал так, что ему хочется эту стену сломать. Ну, ещё больше удовольствия он получит, если вы сами её сломаете. И в некоторой степени он вам, ну, в некоторой степени он вам помогает. В некоторой степени. То есть, понятно, что вы не хотите. Понятно, что вы его об этом не просили. Это понятно. Но то, что он это делает, это факт. Это факт, что он это делает. И вот это уже вопрос. Да, вопрос вашего, именно, отношения к этому. Понимаете? Вот то, с чем нужно работать. Вот то, с чем реально нужно работать. Вам. На мой взгляд. Понимаете? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Пишите! Продолжение следует...